Заявление в поддержку нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном, озвучиваемые в период после Второй Карабахской войны. Находит поддержку в рядах армянской общины Турции, передает Дэй, а со ссылкой на Надалу. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, в ходе октябрьского визита в освобожденной от оккупации Зангеланский район Азербайджана заявил о наличии благоприятных условий для долгосрочного мира между Азербайджаном, Арменией и Турцией. Высказывания турецкого лидера нашли позитивный отклик в Ереване. Премьер-министр Никол Пашинян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян выступили в поддержку диалога с Турцией. А пресс-секретарь МИД Вану Нанян заявил, что Ереван готов к нормализации отношений с Анкарой без предварительных условий. Граждане Турции из числа этнических армян, в том числе бизнесмены и руководители фондов, прокомментировали агентству о Надалу тему нормализации отношений Анкары и Еревана. Глава Союза армянских фондов Турции, председатель фонда больницы Сарп Пыргич Бедрос Ширинаглу сказал, что после 44-дневной войны на Южном Кавказе изменился баланс сил, тогда как позиция Турции открывает путь для мира и сотрудничества в регионе. Официальная Анкара устами президента Эрдогана озвучила важные заявления в адрес Еревана, пояснил Ширинаглу. Армяне в Турции очень надеются на нормализацию отношений. Мы надеемся на нормализацию отношений между двумя соседними странами и сближение двух народов. Надеюсь, что позитивная тенденция воплотится в конкретные шаги, и раны войны вскоре канут в лету. Турция, как ведущая страна региона, доведет этот процесс до желаемой точки. Процесс нормализации отношений с Арменией отвечает интересам обеих стран, уверен Ширинаглу. По его словам, истинное лицо сил выступающих против диалога Анкары и Еревана, со временем станет известно ясно одно. Рано или поздно Турция и Армения наладят дружеские отношения. Не сегодня, так завтра. Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией внесет позитивный вклад и в отношения Азербайджана и Армении. Ускорив региональное сотрудничество и обеспечив мир, сказал глава Союза армянских фондов Турции. Ширинаглу напомнил, что еще 50 лет назад азербайджанцы и армяне жили в мире, создавая общие семьи. Наши народы желают мира. Война никому не приносит пользы. Дружба, искренние отношения и торговля пойдут на пользу будущему всех стран региона. К сожалению, кто-то мешает налаживанию теплых отношений в регионе. Турция знает это и учитывает это в своей политике, добавил он. Председатель правления фонда Карагизян Дикрид Гюльмезгель также считает, что настало время для сотрудничества Армении и Турции. Дружественные связи с Турцией – лучшая гарантия для Армении. Открытие границ принесет пользу всем сторонам. Армения начнет экономически развиваться, а Турция продемонстрирует миру добрую волю. Лично я считаю, что Анкара должна проводить курс на поддержку Армении, сказал Гюльмезгель. Инженер-строитель Назар Бенатлы в свою очередь отметил, что турецко-армянская нормализация окажет позитивное влияние и на Азербайджан. Еще 30 лет назад армянские и азербайджанские народы жили в согласии. Последние события показали, что эта вражда должна остаться позади, отметил Бенатлы. Спасибо за просмотр. Поставь лайк и подпишись на канал.